Продолжение следует... Тупая пародия или же визуальная новелла? Посмотрим, на что она будет похожа и... Ну, в общем, вы уже сами видите, да, по виду самого курсора, насколько она... Своеобразная. Ну что ж, давайте тогда начнём. Сейчас будем пробовать. Надеюсь, музыка здесь не будет громко. Очень на это хотелось бы мне надеяться. Ну что ж, начинаем. А кто говорит, мне вот интересно. Вот это вот, вот это вот чьё мне интересно. Потому что непонятно, мальчик или девочка. Ты смотри, тут бомба. Неадекватный голос. Fuck you, бомба! Fuck you! Ладно, давай начну. Ну что же, лекция профессора Эйлин была интересной. Хотя, по правде говоря, кое-что из неё я не понял. В особенности, как работает пользовательское меню и альфа-каналы. Эх, хотел бы я, чтобы предмету была документация получше, а не эта жуть на 108 страниц. Но мне и без этого есть о чём подумать. Мне всё ещё надо сделать проект графической новеллы к предстоящей пятнице, до которой осталось меньше недели. Сюжет и сценарий — дело плёвое, но... Всё надо ещё запихнуть в формат визуалки. К счастью, я наткнулся на R&Pi, программу для разработки графических новелл. Прикольная сортина. В ней есть всё необходимое для создания моей первой новеллы, включая кухонную раковину. И всё это завёрнуто в весьма дружественный пользовательский интерфейс. Её настолько легко использовать, что я и глазом не успел моргнуть, как начал работу над своим первым проектом графической новеллы. А ещё я слышал, что она весьма гибкая, настолько гибкая, что некоторые используют её для создания презентации вместо пауэрпоинта. Жаль только, что сейчас её выпускают с медленным, отстойным текстовым редактором, написанным на Яве. За ним не то что работать, смотреть противно. То есть вот номера линий с левой стороны экрана. Ну какого лешего, они такие мелкие! Да что там номера, всё остальное, и даже буковки в этом отстойном редакторе столь мелкое, что аж глаза режет. Говорят, размер шрифта и всё остальное можно сменить, но я в упор не вижу где! А ещё оно продолжает скрывать строки, которые я вёл, что ещё сильнее затрудняет отслеживание изменений в моём проекте. Так что пока поживу с более вменяемым, приятным взгляду и не уступающим по функционалу редакторе, не требующим Яву. Вроде скайт. Эх, ладушки, как говорится в пословице «на халяву и уксус сладкий». Так, хватит ныть. Какая же графическая новелла обходится без музыки и графики? Музыку достать не проблема, скачать на халяву малоизвестные музыкальные перлы с интернетов. Так все делают. И запихать в свой проект. Вот тебе и музыка. С другой стороны графика, вот это та ещё проблема. И скачиванием с интернета её не решишь. Хотя я мог бы попытаться выкачать бесплатные картинки из интернетов и внедрить их в свой проект, но... Может получиться такое, что обычно видишь лишь когда мозг под воздействием веществ. Ну, я мог бы напрячься и выдать на горы что-то своё. Чужого не брать. Не самая удачная идея, скажу я вам. Очевидно, что с графикой мне понадобится чья-то помощь. И кажется, я знаю, к кому обратиться. Я собирался уже к выходу, как вдруг ты посмотри. Нормально. Пожалуйста, оплатите своё обучение. Эй, пацан! По-моему, у меня есть то, что тебе нужно. Что, простите? Беннонг? What? Ты негр. Я негр. Простите меня, я негр. Тут должна была быть российская шуточка, но ладно. У меня есть то, что нужно тебе. И что же это, господин? Моё имя тебе ничего не скажет. Важно то, что у меня есть. И что же такое у вас есть? Он вытащил нечто из своего кармана. Небольшой пластиковый пакет, набитый чем-то зелёным. Ну да, при создании новеллы в принципе должно помочь, я так подозреваю. А, простите, конечно, но что это? Не валяй дурака, пацан! Все знают, что это. А я не. Но судя по тому, как оно пикселизировано, предполагаю, что эта штука опасна для моего здоровья. Да ладно, пацан. Не так уж оно и плохо. Не знаю. А вы уверены, что это законно? Законно? Это, ну, конечно же, ещё как законно. Наверное. Доверься мне, пацан. Я твой друг. Единственный, кому ты можешь доверять. Всем остальным уже промыли мозги и агенты, даже твоей семье. Не слушай, что они говорят. Это жалкая пропаганда. Ну, попробуй. Чувак станет вообще... Да я бы с радостью, да в кармане пусто. А, ясно. Вот что я тебе скажу, мой смуглый друг. Только сегодня я дам тебе пробник вместе с необходимыми принадлеж... Эммм... Пусковым набором. Бесплатно. Без подвоха. Я же всё-таки твой лучший друг. Правда? Эмм... Конечно. Давай, пацан, бери. И я решил. Итак. Отказаться. 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 Блин, для этого... А можно сохраниться, да? Давай, сохранимся. Давай. Я думаю, без этого... Как бы, как говорил один человек, если не дунуть, магии не получится. Здравствуйте. Так что, наверное, придётся дунуть. И магия получится. Или ты против совсем? Ну, давай попробуем. Посмотрим. Молодец, пацан. Я уверен, попробовав раз, придёшь за добавкой много раз. Кхм. Пожалуй, вот что я тебе скажу. В следующий раз, как ты придёшь сюда и что-то у меня приобретёшь, часть денег пойдёт на благотворительность нищебродом. Вроде меня. Так просто, чтобы ты был в курсе. Короче, захочешь ещё, я всегда буду неподалёку. Наконец, выйдя из универа, я заметил её. Эту особь женского рода звать Сильви. Она студентка из факультета ИЗО. Лично я с ней не знаком, но та довольно знаменита. Судя по слухам, что о ней говорят. Типичная, снимающая на камеру свои сиськи ради тешени этого перед воображаемыми дружками из социальных сетей типа однокашников и в печку. В печку? Хе. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ладно, окей. Это мой враг, но бог сказал, люби враг. Хе-хе-хе-хе. А ещё я слышал, что та любит кря-хе-хе-хе до людей на Дивиант Арте. Вечно спамят избранные другим в надеждах поднять посещаемость и набить баллы. А, да, ещё она любит шкура грязов. Кто бы это ни были. Но в чём точно можно быть уверенным, так это в её таланте художницы. Честно говоря, мне не шибко хочется упрашивать её о помощи, просто она единственная во всей округе, кто умеет рисовать. И я решил. Ну что? Прости. Ну, мне кажется, кря-хе-хе-хе-хе. Ну попробуем. Судя. Хай, ниггер. Иди, кря-хе-хе-хе. Я высокий, смуглый и красивый. И кря-хе-хе-хе-хе. Горжусь этим. Вот кря-хе-хе-хе. Как бы я хотел сейчас разукрасить такое милое личико. О, постой-ка. Я тебя вспомнила. Ты тот нелегальный эмигрант с параллельной группы. Ага. Кря-хе-хе. Нет. Ну, мама была. Но невзирая на мою тёмную экзотическую внешность, а также в каком-то смысле благородную манеру разговора, я натуральный американец. Всё по закону. Я жил здесь, в США, с 12 лет. У меня и паспорт есть. Вот как. То есть, твоя мамаша на корабле приплыла из замызганной страны третьего мира и женила на себе старого богатого хрыча, добилась гражданства, а потом привезла тебя. Я права? Вот потаскуха. Да уж. Эй! Оставь мою мать в покое, несчастная! Подумаешь из дерьмовой страны. Между прочим, дерьмо — хорошее удобрение. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Тебя так легко затроллить, прямо как словопочную шкалоту. А как же би... Не, би состоит в основном из политиканов, учёных, исполнительных директоров и прочего небыдла, притворяющегося шкалотой ради лоузов. Сами кого хочешь затроллят. Хе-хе-хе. А знаешь, ты мне уже нравишься. Может, пришло время наконец дать ей в рожу? Обычно, когда бы и с кем бы я не заводила беседу, всё заканчивается мордебоем, пинками, порванной одеждой или поножовщиной. А я не исключение. Твоя рожа очень, очень сильно просит кирпича. Ладно, спасибо, что разлёг, ниггер. Слышь, хорош обзываться. У меня и имя есть. Бенонг. Вон, смотри, зелёным написано. Хе-хе-хе-хе. Ну, я и пожрать не успела. От болтовни желудок воет динозавром. Давай сходим за хавчиком. Я угощаю. Она угощает? Ну и чего ты тут забыл? Шевели булками, ниггер. Ладно, обойдёмся без битья мордой лица. Пока что. Пройдя пару кварталов, мы добрались до ближайшего универсама, доступной. Жди здесь. Ах, как же всё-таки изменилось это место. Когда я учился в старших классах, здесь была свалка. Здесь я и мои приятели постоянно играли с другими пацанами из окрестных районов. Кидались камнями, бутылками, мутузили друг друга, пока не надоест. Эх, славные были времена. Ау, ниггер. Извини, что задержалась. Иди, кря. Я же попросил не обзываться. Хе-хе-хе. Лошадь, чё ржёшь? Да так. Держи, твоя доля с добычей. Добычи? Ты о чём вообще? И почему одни шоколадные батончики? А что-нибудь другое нельзя было взять? Побольше, что ли? Не ной, радуйся, что хоть это получил за даром. Да и всё равно, больше ничего в карманы не влезало. Не влезало в карманы? Эээ, Сильви, неужели ты... Доступный магазин, такой доступный. Ясно. Ну, так, чего ты там хотел? Хе-хе-хем. Видишь ли, ни для кого не секрет, что ты одна из немногих одарённых личностей, что... Кря. Ближе к делу. Эээ, ты... Сделаешь рисунки для моей графической новеллы? Тишина. Наверное, она скорее сбита с толку, чем шокирована. И тут... Дай подумать. А что за графическая новелла? Сэр. Ээээээээ. Так, сохраняем. Чё, берём? Поржу. Добрый. Это игра с кучей изнасилований, пришельцев, инцеста, тентаклей, Юрифутонарий, монстров бандажа, сосания... Кхм, всякого там разного. И случайного... Кря! По согласию, в миссионерской позиции, разрешенной Ватиканом. Ты я ось забыл. Ха-ха, она мне нравится, прости. Ты имеешь в виду волосатых парней неопределенного пола, что трутся и тискают друг друга? Да. Не путай я ось с гомосеками. А я и не путаю. И у тех, и у других шары болтаются. Так какая разница? Короче, я понял, что ты можешь мне помочь. Потому что знаю, как ты любишь рисовать. Интересное предложение. Но за просто так я и пальцем не пошевелю. Давай что-нибудь взамен. Хм. Ну? По правде говоря, сейчас у меня с собой не денег, ничего-либо ценного. Только нет. Разве что этот маленький пакет с зелеными листьями. Ох, ах, 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 ах. О, господи, ладно, ща Прям это, обоссы меня, господь Обоссы меня, господь Это же первосортная Нихрена себе Ничего ценного Ты где, черт побери, ее взял Ты же дашь ее мне, правда? Так, ладно, нам пригодилось Серьезно? Серьезно? Это же офигенная травка Ты уверен? Бери, она твоя Спасибо, нигер Теперь у тебя есть художник Примыкай, чувак Да пошла ты Бредятина твою же Ну, ладно Год спустя Уже год прошел DC Incorporation Палпак Энсаблей Кон Че-то там Вот так мы и стали командой разработчиков Графических новелл Мы делали игры И получали от этого несказанное удовольствие И вот в один прекрасный день И тут стиль вашего разнесло Я не толстая Я в меру впитанная Поняли? Поняли? Ладно Эй Ась Возьми меня Чего? Ну разве ты меня не хочешь? Вообще-то хочу Наверное Это был неправильный выбор, как я понял Давай Видишь Мы помогали друг дружке Проводили время вместе Создавая хардкорные Порнографические Хентайные работы И при этом я Блин Все еще Гребаная девственница От одной только мысли Об этом я Иди нафиг Не заставляй меня Произносить это вслух Я смущаюсь Я понял Ну так что? Эм Конечно Не, на самом деле Я собирался тебя спросить Но Раз уж ты сама предложила Ага Просто Зная какой ты мемля Я решила Проявить инициативу Наверное Все зависит от правильного вопроса Заданного в правильный момент Ага А теперь кончай болтать И возьми меня Так как следует Вскоре мы поженились И даже сделали Еще больше графических новелл Жаль только что я ступил А продавал их через Ди Эл Сайт Эти ублюдки Сдирали большие барыши Оставляя нас фактически Без профита А еще мы не учли Что любая проданная копия Так или иначе Могла оказаться на торрентах И расползтись на халяву Еще как минимум Пятидесяти индивидам Хотя Я и сам иногда так поступаю Это интернет, детка В общем Через несколько месяцев Мы решили с этим покончить Сильвия вернулась в колледж И стала месестрой Что касаемо меня Я устроился Высокооплачиваемым овощем В одном справочном бюро Плохая концовка Мы с тобой сделали Не есть хорошо Я же говорила Не надо Давай с хорошей концовкой Ладно, давай загрузимся Загружаемся И пробуем пройти Другую концовку Причем давай загружаемся Где-то там Где по поводу Нет Ладно, спросите ее позже Давай отсюда пока И вот Я решил спросить ее позже Но так и не решился Ни в тот день Ни после Наверное Я никогда не узнаю Что могло бы быть Но мне пофиг И в общем Я решился нарисовать Что-то свое Чужого не брать И знаете что Вопреки хреново Нарисованной графической составляющей Я поимел Кря И успех тоже Это что еще за фигня Но на этом я не остановился После окончания колледжа Я решил стать Профессиональным художником Не прошло и года Как один богатенький идиот Изъявил желание Купить несколько моих работ Очень быстро прошел слух Насколько мои работы Вырвиглазны Они мгновенно стали хитом А я мгновенно Стал знаменитостью Мои работы Расхватывали Как горячие пирожки Это подтолкнуло меня На эксперименты С различными способами рисования И даже создания новых До сих пор Зиву даюсь Что в этом мире Есть идиоты Способные купить то Что я нарисовал Своим пожарным шлангом Например Та картина Которую я рисовал В прямом эфире На одной детской телепередаче Она потом продалась За 15 тысяч Вечно зеленых Бабки жопой жуй И жил я так долго И счастливо Хорошая концовка Я мог бы Бабайтись и без тебя Ладно Сейчас еще разочек Давай начнем Нет Надо ее взять И ей Потом там Короче Нехентайную парашу Рисовать Это где был вопрос Вон она Вот этот Нет Это не она Вот это вот Эм Давай Это рассказ с картинками Это рассказ с картинками И музыкой А еще там можно делать Выбор Влияющий на развитие сюжета И концовку То есть Нечто вроде Тех интерактивных Детских книжек Заплывшим жиром Тормозным Сиреневым Динозавром Нет Просыпливого Испаноязычного Черножопого Из Южной Америки С обдрипанной Тощей обезьяной Нет О жадной Корпоративной Канализационной Крысе С армией С той же Жадных Толстожопых Адвокатов Люто Бешено Засуживающих Все что напоминает Большой черный круг С двумя кругами На макушке Поменьше Нет О четверых Педофилах Одетых Пушистые Костюмы С телевизорами На животах Зомбирующих Ничего не подозревающих Родителей Всего земного шара Через антенны На своих головах Заставляющие Потом детишек Смотреть их Дерьмовую передачку Для умственной Отсталых Ох А еще Это полувековая Пластиковая стерва Засуживающая Ни в чем не повинок Пластиковых детишек С водянкой Головного мозга Она так обижается Копия из Гонконга Или нарастила бедра Российские И все остальное Или выпустила Ограниченным тиражом Версию Для взрослых С полностью функционирующими Передними И задними Дырками Да еще и с принадлежностями Это был бы супер хит Бабки жопой жуй Сильви О, здорово, ниггер Где это мы? Здесь Стоим На планете Земля А, я вспомнила Значит, наподобие Тех фиговых Интерактивных Детских книжек, да? Ну, похоже Да не совсем Видишь ли Я планировал сделать Небольшой романтический рассказ Для собственного проекта И понял, что ты можешь Мне помочь Потому что я знаю Как ты любишь рисовать Интересное предложение Но за просто так Я и пальцем не пошевелю Давай что-нибудь взамен Ммм Ну По правде говоря Сейчас у меня с собой Ни денег Ничего-либо ценного Разве что Этот маленький пакет С зелеными листьями Пошло по второму кругу Ты чего? Блять, это правда Обосы меня, господь Это же первосортная Ё-моё, получилось Да ладно Да ничего себе Ни хрена себе Ничего ценного Ты где, черт подери Её взял? Ты же Дашь мне её, правда? Конечно Серьёзно? Это же самая классная травка Ты уверен? Бери, она твоя Спасибо, ниггер Теперь у тебя есть художник Ты пошла ты Надеюсь, тут не то же самое будет Эга Так Держать Если это то же самое концовка То мы не будем её допроходить Да Вот так мы и стали Командой разработчиков Графических новелл Мы делали игры И получали от этого Несказанное удовольствие И вот в один прекрасный день Крящ Она жируха! Нет, нет, нет. Она же жирная. Ладно, всем спасибо, друзья, что смотрели нас. Я думаю, вы поняли, что это за новелла. Если хотите сами сыграть и пройти все концовки, то, в общем-то, милости просим. Её можно найти на сайте onivisual.net. Там не только эта новелла, там их целая куча. Но, собственно... Ну вот, в общем, что из себя представляет говно-вопрос. А с вами был Крюга ТВ. Он же Сноули и Принц Михоши. Королевство Принц Михоши. Чё сказал? Короче, Михоша. Агася. Всем пока. Я не толстая. Я в меру упитанная, ясно? Д址 ладно. Королевство Принц Михость-